Комфортная городская среда В первую очередь проблемы обнажил ураганный ливень, который прошел 7 августа. Тогда выпала полуторамесячная норма осадков. Все службы работали в усиленном режиме. Тем не менее, в Ульяновске было зафиксировано 48 протечек кровли, потопление 24 подъездов, а местами временное отключение электроснабжения. Главе города было дано поручение в кратчайшие сроки устранить проблемы. А вместе с этим и начать работу по озеленению районов. Ливенький район должен быть вечно зеленым, вечно цветущим. Димитровград перенес непогоду куда хуже. Основные проблемные места улицы Алтайская, Черемшанская, Свирская, Октябрьская, Дорогобыческая, проспект автостроителей и переулок Речной. Вопрос был по ливневкам. И получается давняя история, что она потапливается, улица Алтайская. И, следовательно, с этим вопросом мы сейчас обратились к губернатору, к области, для того, чтобы были выделены дополнительные средства по устранению как раз этих ливневок, чтобы они работали в норме. Были приняты решения не только ликвидировать последствия стихии, но и начать работы по ремонту ливневок и кровель домов, спилу аварийных деревьев и обрезке веток. В течение следующей недели Сергей Морозов инспектировал качество проведенных благоустроительных работ в разных районах города. Всего в этом году благоустраивает 16 дворов по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. На эти цели из консолидированного бюджета предусмотрено 117 миллионов рублей. Основные работы – замена асфальта, ремонт освещения, установка урных скамеек и озеленения. Глава региона также проконтролировал ход работ на территорию новой строящейся школы в микро- районе «Искра», а также заехал во двор на проспекте Нариманово, 89А. Однако не все так гладко. Некоторые участки в центре города нуждаются в пристальном внимании не только управляющих компаний, но и городской власти. К примеру, улица Верхнеполевая уже давно нуждается в капитальном ремонте. К нему приступят уже в следующем году. От жителей дома номер 15 по улице Минаева поступило обращение установить детскую площадку. Губернатор идею поддержал и дал поручение привести участок в надлежащее состояние. Наиболее острые вопросы обсудил глава региона с жителями микрорайона Куликовка. Это состояние дорог, контейнерные площадки, строительство ливневой канализации. Жителям было предложено создать территориальное общественное самоуправление, с помощью чего они смогут получать поддержку из бюджета. Продолжаются работы в железнодорожном районе. По улице Кольцевая, 24, рабочие демонтировали старый бордерный камень и установили новый. На незанятом участке близ дома Сергей Морозов предложил создать небольшую аллею, где могли бы собираться жители окрестных дворов. Осенью посадим здесь деревьев. Хуже не будет, деревьев точно никому не помешают. Ну иначе потом, я говорю, мы же потом сюда приедем разбираться. Либо начнем машинами заезжать сюда, либо еще что-то такое. Устройство бордюров, заездных карманов ведется на Пушкинской 9. Планируется ремонт освещения с заменой опоры, светильников и установка лавочек и урн. По просьбе жителей губернатор заехал во двор Октябрьской 39, уже в Засвияжском районе. Представители управляющей компании, профильного министерства и мэрии обошли территорию возле школы номер 8 и заглянули в соседние дворы. К мусорке подойдешь, одна грязь там тоже бывает такое. Я все говорю, вызвать бы комиссию и сфотографировать, какая грязь бывает у мусорки. Во дворах начался ремонт асфальтового покрытия. Делают дорожку около школы, почистили ливневки, скосили траву, обрезали аварийные деревья и ветки. Впереди установка детских площадок. Обратили внимание и на территорию вдоль Волги. Парк Приморский, расположенный между пляжем и грузовым портом, пришел в запустение. В советское время парк состоял из нескольких ярусов, сохранились лестницы и асфальтовая дорожка. На данный момент проект благоустройства парка решено возобновить, прорабатывается концепция развития пляжной зоны. Предлагаем параллельно проложить, как второй ход по парку, чтобы не по ветру иногда ходить, а внутри парка. В Заволжском районе проходит ремонт дворовой территории по адресу улицы врача Михайлова, 49. Сергей Морозов отметил, что представители администрации должны держать ремонт и благоустройство под своим контролем и напрямую общаться с жителями и управляющими компаниями. Благоустроительные работы продолжаются. Массовые субботники запланированы 24 августа, 7 и 21 сентября, 5 и 19 октября. Участвовать в уборке приглашают всех желающих. А тем временем сотрудники городских служб высадят деревья и кустарники, покрасят бордюры, отремонтируют скамейки и урны и контейнерные площадки. Работа находится под контролем лично губернатора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова